По второго давалая Настя взрывчатся у своим невеликим жити, что называется, пережила другое нараджение. У вынеку падения с пятого поверха девчонка отрымала сурвезные пошкоджения легкого и складаны переролом стягна. Однако на счастье засталась оживая. Каб вырытовать немауля, урачи Гомельской областной клиничной больницы провели широк складанных хирургичных манипуляций. И зараз девчонка поступала иди на поправку. В побор с маленькой Настей находится ее бабуля, Светлана Миколаевна, яка не на крок не отыходит от своей внучки. Той день она вспоминает с жахом, каже, мать отвернулась от дитя у сего на пару хвилин. Однако этого было достатково, каб крыху не стратить на зауседы самое дорогое и каштонное – сэн життя у всей семьи. Папа пошел в магазин, закрыл все окна, забыла закрыть в спальне. Она сходила в туалет, мама понесла горшок. Котенок запрыгнул на подоконнике, она за ним. Там окошко было открыто, она на москитную сетку. И все, она улетела на ней. Это наше счастье, что там кустики еще были, и она на кусты. Даден и выпадок не один, ка выпадение детей с в окна с москитными сетками, по ранейшему заявляется одной из наибольших распоусюдженных причин летячего травматизма. В целом, як не парадоксально, гэта гучить выпадки пералома у конечностя у детей. У летний час фиксуются на ватчастей, чему зимовый период гололедов. Травматолога-ортопедичное отделение Гомельской областной клиничной больницы фактично что дня пополняется новыми пациентами во взросле от 6 месяцев до 16-ти годов. После частей на больничной ложке детей приводят празмерно-рухомые гульни, которые ладятся в местах для этого зусим непризначенных и наводвельми небеспечных. Усяму вяной безнаглядность сбоку батьков. Все прекрасно понимают, что дети – это неуправляемый механизм, конечно, но постоянная бдительность, постоянное наблюдение за своим ребенком в первую очередь предупреждает эти травмы. Во-вторых, всегда нужно знать, куда идет твой ребенок, и быть на чеку, иметь полную информацию о том, где он гуляет, с кем гуляет и когда будет дома. Небеспеку для самых маленьких уявляют дробные детали цаца, гузики, одорваные до денья и наводновые монеты. Малые познают цвет на смак, а значит, могут их не только попробовать, а и проглынуть. Часом цена таких детячих забав – хирургичное умешание. Проглынутая монета не так небеспечная, как, например, батарейка, которая приводит до мощного электрохимичного опеку внутренних органов. Но и она может нести серьезные наступствы. Кабы их посбегнуть, необходимо одразу неоткладно звернуться до урача, а лепш подобного не доводить и постараться, как копейки, как и другие дробные предметы, не трапляли у руки детям. Телевя Дуча и Телерадуа компании «Гоми» шмодетная мать и Марина Северьянова зараз выховывая троих детей из-за осёды пильно сочи затым, к обкожному из них организовать бесспешное детинство. Мы купили специальные ручки с замочками. Я окна закрываю, то есть я его открыла, помыла или посмотрела сама, закрыла сразу же, защелкнула, и ребёнок не откроет его уже никогда. И оставить тут я его могу совершенно спокойно. Ну, конечно, ещё один фактор – это плита. Поэтому, когда я готовлю есть, то стараюсь, чтобы заняты были задние комфорки, чтобы ребёнок не обжёгся, не опрокинул на себя кипяток. Ну, ещё пару мелочей – это лекарства. Мы ставим как можно выше. Ребёнок точно не дотянется. Также высоко в соответствующих помещениях у нас хранится и бытовая химия. Ну, и желаем родителям всем того же, чтобы они всякими мелкими своими заботами, ежедневными, но совсем не хитрыми, берегли жизнь и здоровье своих малышей. У летней пиры не варто забывать и про беспеку детей на воде. Бестурботность тут у одной мгне не может обернуться трагедой. Дети повинны плавать у специально обсталеванных для этого местах, у так званых лягушатниках, где глубиня не превышает 60 сантиметров. Что самое головное, вводные процедуры неполнолетних обовязково повинны проходить под пильным наглядом дорослых. Если вдруг выявляется или обнаруживается ребёнок, который пришёл самостоятельно, либо родители где-то зазевались такого ребёнка, вычисляем, приводим к родителям, проводим разъяснительную работу, вручаем памятку. Административного рычага у нас нет, но мы морально подходим, вежливо, тактично объясняем о неправоте и недопущении таких проступков. Безумовно нешчастный выпадок, як и любую хворобу, левш попередить. Однако, если неприемного инциденту позбегнуть не удалось, треба, как могла худше выкликать худкую допомогу, альбо 200 детей в больницу. Не гублять ни хвилины, как трапить уроки специалистов для оказания квалификованной допомоги. Так само варто память, что неправильно оказанная первая допомога может нашкодить. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадуя компания «Гомель».